древние китайцы говорили чтоб вам жить в эпоху перемен в качестве если не проклятия то как минимум недоброго напутствия но время как родителей не выбирают и вот мы сидим и наблюдаем за оглушительными сдвигами в мироустройстве после 49 лет выпуска с конвейера уходит посад его больше не будет история завершится в двадцать втором году в эфире автократия наша встреча сегодня будет посвящена модели которую сам volkswagen определяет не иначе как самый успешный средний размерный седан в мире весьма далеком уже от нас 74 году николая чаушеску сосредотачивает своих руках всю власть в румынии становясь единоличным диктатором половина аргентина охвачена лесными пожарами индия проводит испытания атомной бомбы и становится шестой страной в ядерном клубе штатах бушуют отергейский скандал который приведет к отставке президента никсона а в германии начинается движ вокруг новой модели зовущейся посад ее представили годом ранее но пока суть до дела наладка раскачка доставка массово новая машина достигает шоурумов маленько погодя через 15 лет чаушеску расстреляют пожары потушат индусов утихомерят никсона придадут забвению а посад будет выпускаться миллионными тиражами словно вечная глыба нависающая над пластами истории тогда это было третье поколение сегодня уже 10 президенты приходят и уходят не во всех странах но все же а посад дует и все надувает в кошельке акционеров марки евро фунты доллары песо и юань как видно из перечисления валют география присутствия модели позволяет назвать ее без преувеличения всемирной самый первый посад он же b1 нарисовал всепроникающий джорджетто джуджаро этот без сомнения талантливый дизайнер испортил нам множество дублей при записи закадрового голоса но мы отдавали и отдаем ему дань уважения за огромный вклад в эстетику автомобилестроения первого пассата это не касается можно много говорить на тему тогда дизайн и предпочтения публики были другими но достаточно просто сравнить творение джуджаро чтобы понять при работе над немецким багеном маэстро был не в духе вот это его работа и вот это его работа а вот первый посад устал надоело и порядок этот ваш немецкий не к черту итальянцу не в крайне не сомневаемся вы запомнили патетическую фразочку самый успешный среднеразмерный седан в мире но он не был седаном с рождения это был фастбэк с наклонными задними стойками кроме того существовала и двухдверная версия в базе под капотом нешуточная моща объемом 1.3 54 лошадки если рукодельный пассат тех лет встречал в лицо порывы природного пассата да еще и при подъеме в гору ему нужен был ассистент например audi 80 причем здесь audi да при том что первый пассат и есть ауди технически это полностью идентичные модели и восьмидесятка стартовала чуть раньше обе машины построены на новой платформе b1 в дальнейшем вы так и будете воспринимать все последующие пассаты b3 b6 b8 хотя название платформ изменится в 1981 году volkswagen сделал новый шаг машина второго поколения стала заметно крупнее а моторы мощнее немцы стремящиеся к экономии осторожно стали покупать дизельные версии автомобиля благо к тому времени удалось в основном побороть жесткое тарахтение и вибрации моторов на тяжелом топливе второе поколение заложило основу последующей популярности модель отныне успех пассата покоился на трех китах простор в салоне экономичная эксплуатация удачная перепродажа в следующие руки оставалось дать машине более приятный облик и бестселлер обеспечен b3 который многие из вас застали непосредственно на дорогах устранил последний недочет представленная восемьдесят восьмом году третье поколение стало солидным а в версии вариант то есть универсал автомобиль был бездон колесная база снова выросла и в движениях пассата стало заметно если не благородство то как минимум спокойствие и рассудительность моторы развернулись на 90 градусов чтобы встать поперечно а это дало огромный прирост места в салоне конструкторы также уделили дополнительное внимание шумоизоляции и поездка в пассате стала не напрягающей с одной стороны и функциональной с другой конвейер молотил сутками и с него теперь съезжали машины оснащенные 16 клапанами головками блока и впрыском вместо карбюратора нужен полный привод пожалуйста хочешь шустрый мотор в r6 с объемом 2 и 8 не вопрос b4 вставший в строй в девяносто третьем представляла себя по сути глубокий рестайлинг предшественника хотя кузов получил множество визуальных изменений ему дали новый индекс конструктивно он оставался все тем же что и пятью годами ранее стилистическая унификация собратьями гольфом и джетой достигла предела а еще бы 4 впервые получил индекс tdi ознаменовавший взрывной рост популярности дизелей базовый турбодизель 1.9 на пассате выдавал 210 ньютон метров тяги уже на отметке в 1900 оборотов и удовлетворялся в среднем семью литрами топлива настольник пробега ни о чем подобном бензиновые собратья тогда и не мечтали кузов универсал плюс турбодизель стали образцом вместительности и экономичности 60 процентов всех машин четвертого поколения имели именно такой форм-фактор и мотор пятое поколение не только развивала успех но и попробовала играть на люксовом рынке впрочем безуспешно под капот топового пассата был внедрен четырехлитровый дубль в 8 жравший топлива с аппетитом бегемота с таким мотором также полагался полный привод сразу базе аудитория пассата недоумевала кому это нужно если противоречит основной идеологии модель тогда volkswagen хранил молчание на эту тему но сейчас смысл этой попытки понять окончательно уверившийся в своем величии фердинанд пих стоявший у руля в вольфсбурге уже 10 лет хряду замыслил фаэтон и вейрон и ему нужен был тестовый мул на котором пройдет обкатку хитрая архитектура w таким улом и стал упомянутый b5 в топовой версии полное отсутствие интереса к такой машине не остановила фердинанда фердинандовича и аккурат в окрестностях своего 70-летия пих выдал миру два проекта с претензией на мировое господство volkswagen фаэтон и bugatti веру он был убежден что так оставит след в истории фаэтон целый флагман флота оглушительно затонул сразу а а bugatti еще помучилась с миллиардными убытками и в прошлом году была продана хорватскому пареньку матэ римацу про которого кажется пора делать сюжет в общем мораль проста если вам вот-вот стукнет 70 то вершить судьбы мира оставьте кому-нибудь другому b6 мог бы и должен бы выглядеть по-другому но в дело вмешалась турецкая кровь под руководством шеф-дизайнером марата гюнака шестое поколение взглянуло на мир опухшими глазками а сам марат протянул в стенах volkswagen всего четыре года из ауди срочно выписали вальтера десил а тот став на замену при первой же возможности изменил облик модели на строгий дойче стайл когда каждая линия на месте и в целом зашибись но если вас спросят как это выглядит вы не вспомните ни одной характерной детали как уже стало нормой в автомобиле строения обычный рестайл шестого поколения гордо назвали b7 пользуются такой маркетинговой уловкой далеко не только volkswagen в общем-то все тотально но именно volks вытворил такое одним из первых при переходе от b3 к b4 раньше все было честнее если колесная база не изменилась если моторная гамма прежняя а изменился лишь облик то никакое это не новое поколение а чистой воды доработки имеющегося но нам ничего не остается кроме как следовать корпоративным обозначением а потому сейчас перед вами посад седьмого поколения теперь у него есть система экстренного торможения в городе остальные изменения столь минорны что перечислять их просто скучно а чтобы не было скучно отвлечемся на посад сиси лихое ответвление от основной линии явившиеся миру в 2008 сиси означает комфорт купе а дизайн создавался путем крепкого удара бетонной плитой по крыше обычного посад в результате у вас уменьшится запас места над головой и силуэт получится более приземистым других отличий не предвиделось тем не менее приземистость даже была встречена легким шевелением в массах но если у вас есть ауди опять спортбэк то все шевеление уйдет к нему а сиси тихо сойдет на нету что и произошло такой машины больше не существует линия времени неуклонно тащит нас к b8 который был толковым и приятным на ходу автомобиля его старт в 2014 сулил производителю номер один в мире новые доходы но все пошло не по плану b8 вместе с ними два рестайлинга стали свидетелями быстро меняющихся человеческих предпочтений нам уже не нужен седан мы хотим кроссовер характерно что volkswagen сам же и привел ситуацию в эту точку сначала дав миру туарек затем тигуан а потом пошло-поехало со всякими тирок и прочими внутрикорпоративными клонами 15 лет назад когда кроссовера только учились ездить их создатели похоже полагали что они дополнят линейку действующих моделей а значит принесут дополнительную прибыль но рынок оказался не резиновым и кроссоверы стали пожирать соседние классы он бы еще держался но тут грянул дизель гейт и исконное взял себе дизельный посад стала звучать как травлю окружающих выхлопом пусть у нас это по-прежнему вызывают усмешку но в германии и штатах было не до шуток некоторые фигуранты дела до сих пор еще не отсидели свое за дизель гейтом мир окунулся в тотальную электрификацию и наш герой оказался совсем на обочине прогрессии мы начинали наше повествование с китайской поговорки в китае и закончу эту вотчину volkswagen тщательно окучивал с начала 80-х сегодня два огромных совместных предприятий ежесекундно миллионными партиями дубасят народный автомобиль для народной республики хотя в пекине в час пик не видно небо из-за сизого дыма китайцы по-прежнему кладут с прибором на электрификацию и какие-то скандалы вокруг выхлопа на просторах поднебесной посад еще сопротивляется не будет новых поколений а сколько немцы выжмут из стареющих пока не ясно если вспомнить что жук в мексике задержался на три десятка лет дольше чем европе то может статься что островок на котором еще дует тропический ветер отсрочит свое погружение в пучину небытия эту машину никогда не выбирали сердцем только кошельком но нам больно что седаны уходят в прошлое а может они еще вернутся как думаете уходят в тек destroyer текло китайцы по-русскирой trampоле китайцы по-русскирой уходят в пространстве в до orie